Ну что, признавайтесь, напраздновались, напились, наелись, ай, молодцы. Я вот точно напраздновался и наотдыхался, хотя многие решили даже, что я, как говорится, наелся и спит. Но я проснулся и готов говорить, ведь этого все ждут. Ну, я так думаю. На самом деле нет. Просто люблю говорить. Даже если камера не включена, я говорю, поэтому я иногда ее включаю, и иногда даже получается что-то интересное. Но, как правило, у меня просто шизофрения. Так вот, это, дамы и господа, или, как сейчас правильно говорить, все возможные варианты полового сочетания. Тяжело-то как. Надеюсь, никого не обидел, потому что сейчас, как мне кажется, даже стол может случайно обидеть кого-то, и начнется угнетение, начнется боль, начнется страдание. Не хотелось бы, не хотелось бы, чтобы из-за меня, из-за приветствия начались какие-то проблемы, и вдруг чьи-то в жизни стали вновь важны, а до этого, как говорится, не были. Поэтому я надеюсь, что все хорошо, мы в порядке, все классно. Сегодня мюсли, как вы поняли, и мюсли у нас будут про 2020 год. И по поводу 2020 года отлично сказал свое мнение Джим Керри. I'd like to take a moment before we begin to close our eyes and meditate on the year that just passed. А-а-а! А-а-а! Но не только про 2020 год мы поговорим, еще мы поговорим про удивительный мир США. Ну так, абстрактно, потому что это одна из любимых моих стран, дружественных и, как известно, демократичных, несущих свободу не только миру, но и своим собственным гражданам и всем, кто там проживает. Потому что проживает там много кого, не только граждан. Вот. Поэтому как-то так абстрактненько обсудим. Ваши слюни полетели, потому что прям хочу поговорить. Более подробно и более детально, наверное, я это не наверное, а 100% обсужу в очень важном блоге. Потому что это, как известно, очень важно. Как известно, у меня сегодня все. Вообще, на самом деле, выражение, как известно, оно странное. Его использовать глупо, потому что, раз это известно, зачем, блядь, об этом говорить? Не используйте это. Не будьте такими же глупенькими, как я. Ну и прежде чем мы начнем, конечно же, спонсор. Замечательный спонсор, которым вновь стала великолепная RPG Raid Shadow Legends. Первый раз я говорил о ней год назад. И с того времени она сильно преобразилась. Их становится только лучше. В игре уже 500 чемпионов, каждый из которых имеет персональную схему развития навыков. А также миллионы артефактов, которые можно найти и использовать в экипировке. Ни один чемпион не будет похож на другого. Это дает буквально триллионы способов компоновки твоих команд. И бесконечное количество стратегий, которые можно использовать. Действительно эпично. Локаций для боя в игре всегда было множество. Например, год назад я рассказывал о войнах фракций. И там все еще есть чем заняться. Однако разработчики решили не останавливаться на этом. И добавили роковую башню. Это гигантская башня со 120 этажами уровней. Множеством секретных комнат и испытаний. И 12 очень серьезными боссами. Очень. С которыми, конечно же, придется сразиться. Кроме того, как раз к праздникам коллекцию героев пополнили 14 новых чемпионов. Время играть. Ведь команда рейда бесплатно раздает множество подарков. В том числе можно заполучить специального чемпиона по имени Вал. Который поможет стартовать в башне. С ним можно смело идти валить кланового босса. Рейд доступен как на телефоне, так и на ПК. И как и мобильная версия, абсолютно бесплатен. И тут такое дело, друзья. Каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Удачи в рейде. Что ж, 2020 год. Люди уверены в том, что коронавирус по-любому пришел с запада. По-любому из-за вышек 5G. По-любому в этом виноват Гейтс. По-любому в этом виноваты все вот эти вот мажоры. Тома Хэнкса, его жену, в том числе и многих колливудских знаменитостей, обвиняют в том, что они на каком-то закрытом от обычных людей острове держат детишек и заставляют их делать какие-то ужасные вещи, проводят над ними какие-то эксперименты для выработки какого-то гормона, чтобы, собственно, наслаждаться им. То есть, грубо говоря, наркоманить этим гормоном, вследствие чего, собственно, и заразились коронавирусом, который впоследствии расселился по планете. Боня, Виктория, крайне образованная, интеллектуальная и разумная женщина, выдвигает различного рода теории на различные темы. К сожалению, терпит определенного рода крах, ну, потому что ее не поняли. Ну, такое бывает, господи, ну, с кем не бывает, все нормально, все хорошо. Как говорится, ну, Дом-2 нам подарил великолепных людей, которые действительно знают, что говорят, знают, куда идут, и знают, как поют, да? Наверное, я правильно использую слова, но какая разница, господи? Все равно все понятно всем, особенно им. Одни ребята, которые играют в футбол и устраивают дебоши в кафе, сидят в тюрьме. У меня другие ребята, а точнее ребят, теперь не играют в футбол, потому что играл с другим мячиком. Назовем это так. Играл со змеенышем. Что у нас? Это вот я даже не напрягаюсь, на самом деле, вспоминаю события из 2000... Ну, естественно, к саму коронавирус, унесший достаточное количество жертв, жертв... Унесший достаточное количество людей, к сожалению, заразивший, если не весь мир, то половину точно, ну, и так далее, так далее, так далее. До сих пор ходят непонятные мнения касательно того, что существует это, не существует, кто-то до сих пор не верит. Какая-то страна вообще официально заявила о том, что считает виновными в заражении коронавирусом конкретно Билла Гейтса и прочих ребят, которые, собственно, там топили за эти 5G-вышки, хотя сложно. Очень-очень сложно сложить воедино пазл, как может быть связь и ее скорость связана с распространением коронавируса или любого другого вируса. Почему они связывают СПИД или рак или любые другие заболевания с тем же самым, для меня загадка. Ведь по их логике оно работает примерно так. Так вот, это не напрягайся. Но при всем при этом, там еще куча всяких событий, локальных, глобальных, прочих хуйни. Там в конце Трамп, да, проиграл. Ну, это мы обсудим с Америкой. Мы еще отдельно поговорим и поговорим и про голливудские прикольчики, которые связаны, на самом деле, не с Голливудом, а связаны с удивительным миром толерастии, феминизма и каких-то сверхрадикальных настроений в том мире. Вот. Все же говоря о 2020 году, несмотря на весь тот пиздец, который там творился, это не самый страшный год. Люди как будто бы забывают про там 41-й, там 39-й, да, и с 41-го по 45-й, начиная с 39-го, да, когда там начинались не те... Когда художник один вдруг обозлился на весь мир. Знаете ли, не лучшие года были, скажем прямо, уж точно похуже, чем 2020-й. Вот. Но, тем не менее, год действительно неприятный, и многим он устроил испытания. Но испытания, они всегда, ну, даются, на мой взгляд, для человека, чтобы что-то вынести из этого, чтобы что-то понять. И в данном случае, в конкретном случае, мы поняли, что очень у нас слабо была развита инфраструктура онлайн всего. Ну, то есть сейчас на онлайн перешли все, да, это удаленка, злоебучая для некоторых, она стала, собственно, основой основ. И это хорошо, потому что мы можем адаптироваться теперь к такого рода событиям. И впоследствии, возможно, если такое что-то подобное произойдет, сможем уже более адекватно к этому противостоять. Вот. И поэтому я считаю, что для всего человечества, ведь подумайте только, это ведь, блядь, на всем земном шаре произошло. Заболели, блядь, все. Сошли с ума все. И все сидели дома на карантине. Ну, плюс-минус. Долбоебы, конечно же, жарили шашлычки, блядь. Это понятно, потому что, ну, а хули, блядь, выходные! Их и так маловато в году. Поэтому круто, охуенно. Пойдемте пожарим мясца. Почему бы нет? Вот. Ну, короче, в общем, весь мир сидел на карантине. Условно. И вот мне кажется, что карантин для многих, потому что я с большим количеством людей общаюсь. Ну, у меня просто очень много. Личностей. Вот. И мы иногда обсуждаем некоторые вещи. Что? Не сейчас. Вот. И я пришел к выводу. Хорошо. Мы пришли к выводу, что карантин многим дал множество хорошего. Несмотря на то, что у многих пропала работа. И вообще трудности были большие с реализацией себя и вообще, в принципе, пропитанием, выживанием и всем остальным. Но это стимулирует к, собственно, выдумыванию решений этой проблемы. Это, на мой взгляд, хорошая история. Хорошая. Потому что, как бы ни казалось уебищным, но когда жизнь подкидывает тебе, как Буковский писал, что если жизнь повернулась тебе жопой, выеби ее. Совет, скажем так, годнейший. Поэтому вместо того, чтобы переживать, да, вместо того, чтобы ныть и самоуничижаться, сидя в говне, лучше, наверное, как-то действовать, чтобы это все дело убрать. Вообще, на мой взгляд, подход негативный к любого рода событиям, даже если это что-то ужасное. Ну, такое бывает. В жизни случаются вещи у всех, я уже говорил много раз, что, к сожалению, уходят близкие люди навсегда из жизни, животные. Трагедии случаются разного формата. Люди заболевают различными болезнями. Не знаю, случаются какие-то увечья. которые приводят к совершенно иной форме жизни. Люди лишаются конечностей, еще чего-то. И это, на самом деле, сильнейшее испытание для человека. Но если к этому относиться с негативной точки зрения, бесконечно, то ничего хорошего не получится однозначно. А вот если перебороть себя и двигаться по пути, ну, может быть, развития и примера для кого-то еще, то это вполне себе может стать, во-первых, самоцелью, а во-вторых, обеспечит некую уверенность в себе самом, моральный баланс. Это очень важно, на самом деле. И вот карантин, ну, по крайней мере, мне, я могу ошибаться, и у многих людей совершенно иное мнение, и мне напишут сейчас, что «Да пошел ты нахуй, блядь! Иди нахуй на завод, блядь! Сидит он там, пиздит, блядь! У меня, блядь, блядь!» Ну, очевидно, я же в этом виноват, что у тебя, блядь, блядь, поэтому прости, извини, пожалуйста, я не хотел. Так получилось, так вышло, что у тебя вот так вот, а у меня вот так вот, и в этом виноват, естественно, я. Но, тем не менее, когда я был на карантине, у меня было время подумать, хорошенько разобраться в себе, заглянуть, скажем так, в закрома своего удивительного сознания и насладиться этим удивительным миром пиздеца и фантазий разных загонов и прочей хуеты, которая, как мне кажется, присуща всем и каждому. И разбираться в этом непременно надо, иначе можно просто однажды ебануться. Также в моей жизни тогда, именно в карантин, появился более мотивированный спорт, более грамотно сфокусированный, что ли. Я стал относиться к нему более, ну, не скажу, что это профессиональное отношение было, скорее более взрослое, зрелое. Я начал понимать, что мне нужно от тренировок. Это не просто были хождения в зал, тупо покачаться, а уже была цель, я уже понимал, что я могу, я уже начал чувствовать свое тело и понимать, что мне нужно. Поэтому на карантине я, не то, чтобы составил там себе какую-то программу, просто я осознал, что я хочу и что я буду делать. И удивительным образом на карантине, не ходя в зал, а ходя всего лишь на турнички и на брусья, немножечко, немножечко, чуть-чуть, нарушая условия, скажем так, карантина, да, домашнего режима. Ну, я там у дома, блядь, буквально выбегал на часик аккуратно. Вот. На турничках, на брусьях и, в общем-то, на улице я смог получить результат лучше и больше за два месяца, чем в зале за год. Ну, понятное дело, что за год в зале у меня просто накопился определенного рода тонус, да, и мышцы начали откликаться на различного рода действия. Но и все-таки я считаю, что базисные упражнения, они позволяют гораздо лучше и больше развиваться, чем просто тупое качание каких-то изолированных мышц. Это вам просто на заметку. Так вот, вкупе, опа, а раньше говорил вкупе, долбоебик, ну, я работаю над собой, видите, да, так что помню. Так вот, вкупе с этим было и интеллектуальное развитие, это и книги, и множество, ну, в принципе, просто работы над собой, мыслей, каких-то заглядываний в вещи, которые меня когда-то, может быть, и беспокоили, но остались там, где-то далеко. Знаете, у людей есть особенность оставлять то, что беспокоит, где-то там, в прошлом, и типа не возвращаться. Но на деле эта проблема не решена. То есть все эти травмы, какие-то там, да, психологические или еще что-то, которые есть у всех, которые мы, может быть, не признаем, которые мы считаем там что-то еще. Ведь сейчас век пиздострадальцев, биполярочников, блядь, каждый второй просто, хуй знает, усеян дерьмом из психологических проблем, загонов и прочих хуеты. Это все в 21 веке. И в этом надо разбираться, как бы, как говорится. Потому что, ну, а хули? Вот. Тем не менее, я считаю, что я в этом плане здоров, я могу анализировать это все сам. В жизни моей бывали достаточно сложные переводы. И я бы не сказал, что они проходили очень легко и просто в плане принятия этих вещей и так далее. Тем не менее, как-то вот удается самому справляться без психологов и всего остального. Важно иметь грамотный диалог с самим собой. важно иметь согласие с самим собой и понимать, чего ты хочешь по жизни. Не взирая на какие-то мирские там и низменные потребности сиюминутные. Важно то, что для тебя является вот, ну, тем счастьем, которое тебе необходимо. это долгий процесс на самом деле. Потому что по итогу ты сначала саморазрушаешься полностью, потому что ты начинаешь понимать, какой ты нехороший человек на самом деле. Какой ты слабый, блядь, закомплексованный хуй, инфантильный, да, мамкин сынок так называемый. И все такое. Но только после вот этого вот разрушения своих, своих собственных взглядов неправильных на себя ты можешь, собственно, как-то выстроить свою личность и сделать себя более-менее зрелым. Но это процесс, еще раз повторюсь, вечный. То есть ты самосовершенствующийся, ты можешь совершенствоваться бесконечно, что, в принципе, и надо делать. И вот мне кажется, что на карантине у людей, которые остались наедине с собой, появилась такая возможность. Ну, те, кто грамотно относится, ну, точнее, грамотно воспринимает такого рода подарки, скажем так, назовем это подарком, или, окей, ситуацией. Вот такие ситуации. Потому что если поглядеть на многие парочки, они тут же разбежались, да, разводов, карантин стало в несколько раз больше, там, что-то какое-то сумасшедшее процентное соотношение, потому что люди оказались, когда в замкнутом пространстве поняли, что они просто не могут существовать вместе. И это ужасно. Это просто ужасно. А многие, когда остались наедине с собой, поняли, что не могут существовать с собой. А это еще страшнее. Потому что с собой существовать вам приходится всегда. И это надо решать вопрос однозначно как можно скорее. Потому что чем дальше, тем больше. еще раз повторюсь, проблемы, они не уходят сами с собой. Их надо решать, их надо понимать, их надо либо принимать, либо как-то решать, либо как-то, ну, как, знаете, как антивирусник, когда работает, да, там есть несколько возможных действий, сценариев. Удалить, типа вылечить, вернуть, ну, что-то такое. Так вот, надо провести некую, такую же, как это называется, ревизию своих проблем, решить, что там, как там, и двигаться дальше. И, на мой взгляд, 2020 год нам дал такую возможность. Это я говорю конкретно про личностное восприятие этого года. Так-то, по факту, ничего не изменилось. Цифра, она вообще не имеет ничего общего. То, что мы перетекли в 2021 год, это вообще ничего не изменило. То есть, вот эти вот словишки, что, о, блядь, наконец-то кончился этот год, ну и что, блядь. Чтобы год кончился и дальше было заебись, надо что-то делать, по факту. Поэтому тут вот эти вот слова о том, что сейчас Новый год, сейчас я, блядь, сука, опять нихуя не буду делать, блядь, будет так пиздато. Вот, не будет. Все будет ровно так же, и 2021 год, скорее всего, для многих станет еще хуевей, чем 2000-й. 2000-й, блядь. Нет, чем 2000-й, конечно... 2000-й был классный. Чем 20-й, потому что в 20-м зарождалось то, что будет развиваться в 2021-м и впоследствии в 2022-м и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вряд ли мы словим что-то веселенькое и позитивненькое, если не будем, конечно же, сами относиться к этим вещам веселенько и позитивненько. Ну и ко второму, перемедленно перетекая к теме, многие проблемы на самом деле лезут у нас из замечательного запада. То, что меня на самом деле просто разъебывают на частицы, это лицемерие и удивительный, просто удивительный мир подмены понятий. Игра в одни ворота, да как угодно, называйте, просто какой-то пиздец. То есть, смотрите, когда, ну не знаю, немножечко задену политики, даже нашей, ну что поделать. Иногда наша оппозиция удивительным образом поддерживает перевороты, да, политические, в дружественных нам странах. Там в Азербайджане, по-моему, было что-то, ну вот в этих, в Армении или где. Я просто особо не слежу, но где-то там происходило что-то, где люди захватывали, собственно, власть путем, ну, переворота, революции, да, вот это все. Наша оппозиция писала, мол, класс, молодцы, смогли охуенно. Недавно сторонники Трампа захватили Капитолий и, собственно, пытались сделать ровно то же самое. Но их мятеж был подавлен и, в общем-то, послан нахуй. Вот. На что наша оппозиция сказала, мол, так нельзя. Это варварские действия и так поступать нельзя. У меня сломался мозг нахуй, потому что я пытался провести параллели и не смог их провести. Затем Трампа удаляют нахуй из Гугла, в прямом смысле этого слова, из всех сервисов. А, например, социальную сеть, в которую Трамп и его сторонники решили прийти, просто удалили из Гугл Плея и Эпп Стора. И потом там кто-то мне пытается объяснить, что это не про свободу слова, Максим. Это частные компании, которые имеют право, ведь у них есть свои правила, которые надо выполнять, чтобы соответствовать этим правилам. И тогда ты, у тебя, вот. Да, согласен. Абсолютно так все. Нет, никакое политическое, абсолютно, ну вообще, ничего там, ничего там. Нету политического, все круто. Эппл, например, строит кампус для темнокожих ребят. Или афроамериканских ребят. Я боюсь сейчас говорить любые другие слова, потому что иначе у меня точно что-нибудь со мной случится. Что-то очень равноправное и нерасистское, очевидно. Вот. Поэтому вот Эппл решили построить для исключительно чернокожих ребят. Короче, какая-то ебучая сегрегация происходит на Западе, только в другую сторону. Теперь у них там, в медийном мире, самые крутые ребята с другим, ну, точнее, не с светлым цветом кожи. Кайф. И все это происходит в прямом... Почему, почему на это стоит обращать внимание? Почему об этом надо говорить? Почему это надо разбирать? Ведь это же не наша страна, Максим. У нас и так столько проблем. А коррупция? А, блядь, это? А то? А ты видел? А ты знаешь? А почему? Короче, дело в том, что с Запада идет вся мода. Весь трендовый пиздец, который происходит впоследствии во всем мире, идет с Запада. За исключением, буквально, там, может, Китая поднебесная, да, у них свои тренды, скажем так. И они еще и умудряются их создавать, там, еще и корейцы там подтягиваются, да, с BTS-ами, блядь, со всякими. Вот. Но, в целом, мир, земной шарик, каким-то хуем следует англосаксам. Так уж заведено. Они задают тренды, они задают какие-то, там, новомодные, блядь, движения. Весь феминизм оттуда пришел, весь... Вы поняли, о чем я говорю. Короче, вся угнетенная хуйня по любым, блядь, форматам, она пришла оттуда прямиком. И это-то и есть, собственно, камень преткновения, который, если не разбирать, если не разжевывать, если не понимать, то мы все охуеем. Потому что это радикальное решение. Меня часто обвиняют в том, что, когда я говорю про феминизм, я не добавляю в ставочку «радикальный». Ну, по-моему, это само собой разумеющееся. По-моему, само собой разумеющееся, что любые движения с категоричными взглядами лишают любого рода адекватности любого рода человека. И то, что происходит сейчас там, это абсолютная, причем, на, блядь, федеральном, политическом, медийном, телевизионном, интернетовском уровне, категоричность по отношению к нормальным людям. Там сейчас правят балом ребята, ну, ненормальные, да? Ну, которые считают себя ненормальными, хуй знает почему, но считают. И для меня это просто, ну, это немножечко даже страшно. Потому что, окей, нам российская история не грозит, но история с угнетенными, фемфемками, блядь, ебнутыми на всю голову и всем остальным грозит. У нас уже развиваются огромные войны в Твиттере в удивительном, охуенном, классном, суперсоциальной сеть, где сидят, на мой взгляд, исключительно нытики и недовольные жизнью, долбаные. Поебы в большинстве своем, которые пишут такую хуйню о таких вещах, что просто пизданешься. Это кладезь, кладезь людей, которые вообще не вдупляют, что они несут. Там сидят все угнетенные. Это вот, блядь, пристанешься всех угнетенных по любым признакам и параметрам. И, собственно, это-то и печалит. Об этом-то я и захочу, точнее, хочу и захочу, и поговорю в очень важном блоге, потому что здесь, ну, уже время кончается, да и хочется это обсудить более подробно. В общем, друзья мои, если вы мои друзья, конечно, вы же мои друзья, да вы-то понятно, спокойно, но вы-то ведь мои друзья. Хотя, что я хочу сказать. Несмотря ни на какие трудности и ситуации, которые двигаются на нас с запада, да, так сказать, угнетенно подкрадывающиеся сзади, несмотря на все на это, надо оставаться в балансе с самим собой. Это самая необходимая хуйня на данный момент. Если вы на секундочку расшатаетесь, вам пизда. Правда. Не надо убегать вверх куда-то к радости и счастью, потому что обязательно ёбнетесь. Не надо падать слишком низко, потому что потом будет очень сложно забираться и есть шанс не забраться. Оставайтесь на золотой середине. Золотое сечение, весы там, это, как её там, это, вот это всё, это про вас, да. Надо быть в балансе. Слишком сильно не беситесь, слишком сильно не радуйтесь, иначе охуеете в любом случае. Просто находитесь в балансе с самим собой. Это то, что лично мне дал понять 2020 год. Потому что если реагировать на всё слишком ярко, категорично, радикально, и все вот эти вот эпитеты всей этой хуйни, можно ебануться. Такая хуня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно делитесь своим мнением касательно того, что вы думаете по поводу 2020 года и что у вас, возможно, интересного произошло. Или печально, но как вы с этим справились, будет интересно почитать. Да я и думаю, не только мне, но и людям, у которых, может быть, была какая-то подобная ситуация. Особенно, если вы в конце расскажете, как вы с этим справились и что у вас в результате получилось. Также появилась возможность спонсорства на канале. Это не обязательно процедура совершенно. Просто, если кому-то хочется, вы можете это сделать. Там все условия написаны. Ссылочки есть в описании. Все дела. Вот. Добра вам. Счастья. Обнял.